Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня в нашей новогодней студии мы говорим о виде спорта, который благодаря последним Олимпийским играм. Это, собственно говоря, и всегда. Будил у нас какие-то такие приятные чувства, чувства, которые связаны с достижениями от большого спорта. Я приветствую в нашей студии заслуженного тренера России, члена Президима Федерации спортивной гимнастики Андрея Георгиевича Зудина и вице-президента гимнастического клуба «Динамо», мастера спорта международного класса, многократного чемпиона Европы и России по спортивной гимнастике Владимира Олейникова. Здравствуйте! Добрый день! Добрый день! Ну, сразу же скажу, что спортивная гимнастика – это не только спорт, но это прям вот труд, что называется, с большой буквы. И мы видим здесь замечательный календарь, который принесли нам наши гости, где, в общем-то, изображены эти моменты, изображены в качестве фотографии достижения, особенно, наверное, все-таки последние Олимпийские игры, которые всех нас волновали. Вот скажите мне, пожалуйста, что в каждом виде спорта есть какая-то, ну, я не знаю, то, за что сердце болит. Вот за что болит сердце в спортивной гимнастике? Какой вопрос? Я думаю, сердце болит у всех видов спорта за одно. За то, чтобы… Медальку взять? Нет, чтобы каждый вид спорта развивался. Ага. Понимаете? Так. Если есть развитие, если есть понимание, что мы не стоим на месте, не опускаемся ниже, и к нам хорошо относятся большие руководители… То процесс идет? То процесс пойдет. А тренеров мы готовим, мы воспитываем. Спортсменов или молодежь, детей мы найдем. Хорошие есть. Конечно, сложнее в каких-то больших, крупных городах. Но Россия большая, всегда найдется звездочка, которую можно взять, огранить и потом представить на всероссийскую и международную арену. Поэтому вот заболит сердце за то, чтобы вид спорта развивался, к нему хорошо относились руководители, как на местах, так и в целом. Вот в целом отношения хорошие. Да, в целом, да. На местах уже есть варианты. Ну, по крайней мере, здесь у нас все хорошо, раз вы в студии, значит, мы, по крайней мере, следим за вами. И вот тут вопрос сразу Владимиру, все-таки мастера спорта международного класса. Вот у нас есть такое… Есть несколько видов спорта, но есть, как бы, условно говоря, главное, а есть на третьей позиции то, которое сегодня популярно, ну, потому что где-то соревнования проходят или еще что-то. Конечно же, Олимпийские игры, всегда вот эта спортивная гимнастика, эти переживания, очень многое зависит, да, не только от самых спортсменов, но и от картинки, от всего. Вот как вы считаете, что такое спортивная гимнастика в иерархии российских видов спорта? Мы за вами внимательно следим и нервничаем, переживаем на чемпионатах мира, Европы и Олимпийских играх? Или приходят люди в зал, болеют, смотрят? Добрый день всем. Ну, конечно, сейчас очень и очень хорошо и на руку, и нам, и всем школам повлияли эти наши Олимпийские медали. С большим-большим трудом, 25 лет не было Олимпийских медалей у нас. Я два раза повтор смотрел. Да, потому что, ну, как бы... Мы еще больше раз смотрели и радовались. Ну, это у вас на работу такая, да. Но уже после. Я, честно говоря, от того, что волновался, переживал, потому что наших там три ученика были, три спортсмена из нашего клуба. Назовите. Из четырех. Да. Облязин Денис, Нагорный Никита и Артур Далаваян. Вот, вот так. И Бельявский, и Давид с ними вместе было в команде. Он из представителей Екатеринбурга. Из нашего клуба три спортсмена было. Я, честно говоря, даже в тот момент, когда проходила прямая трансляция, у нас не смотрел эти соревнования. Слишком волнительно было. Но мне все писали, сообщали. И вот это достижение ребят сейчас очень и очень большой толчок. Это заметно. Делает в плане... Внимание. Внимание к виду спорта. В плане того, как воспринимают наш вид спорта. И сейчас, даже когда мы проводим соревнования, большой-большой интерес от родителей есть, чтобы посетить соревнования. К сожалению, сейчас везде у нас ковидные ограничения. И стараемся... Но, тем не менее, уже как-то жизнь налаживается в этом плане. Да, стараемся как-то вытручивать. Ну, то есть, внимание есть. Безусловно, внимание есть. Да, и хотят... И так-то детей приводили, да. Но, скажем, приводили часто, наверное, потому что, ну, чтобы организм, да, чтобы правильный ребенок род, здоровый образ жизни. Да, то есть сейчас, в принципе, могут привести. И если ребенку понравится, и родители будут готовы, то спортивную карьеру можно сделать. Потому что это большая спортивная профессия. То есть, в первую очередь, конечно же, мне кажется, нужно идти для себя сначала. А там уже как? А там, если у тебя все создано для гимнастики, то огранить тебя и направить в нужное русло – это уже задача наша, тренеров. Да. В первую очередь идти... Ведь это очень серьезный труд. То есть это человек, который приходит к вам, начинает работать. А работать я имею в виду сейчас с точки зрения, да, спортивной. Он начинает достигать каких-то успехов. Что-то у него не получается. Это же нервы, это и так далее, и тому подобное. Вот психологический портрет ребенка, который занимается спортивной гимнастикой. Ему все-таки больше плюсиков или больше минусиков? А то, что он нервничает, что не могу я этот прыжок совершить. Вы знаете, если коротко сказать, конечно, плюсиков. Плюсиков, все равно. Плюсиков. Да. Объясняю, почему. Так. На сегодняшний день спорт, в любой спорт, идут из двух лет, из трех лет, вы сами понимаете. И у нас то же самое. С мамой пришли, привели. Он еще говорить не умеет. Он уже начинает заниматься. А вот в 4-5 лет это уже определяется. Ребенок уже понимает, что интересно это ему или нет. Хочется ему делать. Да, конечно. Я понимаю, что в первую очередь зависит от родителей. Родители привели. Ты давай, будешь у нас, да, спортсмены. Ты будешь олимпийским чемпионом. А он может быть по своим данным внутренним, физическим, разным. Пропорции детей, тела. Может быть даже в дальнейшем психология, психика, она тоже влияет очень-очень серьезно. Это все должно совпасть. Но когда ребенок приходит в зал, если он заинтересован, он видит, смотрит на других детей, которые постарше. Он видит, что они делают. Если он это воспринимает и интересуется, значит, это уже процесс и прогресс дальнейшего движения. Понимаете, на сегодняшний день спортивная гимнастика чем хороша? Привели, два года позанимались, научили делать кувырки, сальто, колеса. И ты можешь подготовленной физически, гибкость, физические качества улучшаются, да, координация. Ты можешь идти дальше в любой вид спорта. Что многие делают. Приходят, работают до 7-8 лет и потом переходят к другим. Вам не обидно? Вы знаете, нет. Нет, главное, что они в спорт идут дальше. Я вам честно говорю, к нам приходят прям команды по хоккевю, команды по футболу, очень много теннисистов, большой теннис, большой теннис. Очень много приходят и фигуристов, которых надо гибкость поднять и так далее. Своя координация. То есть борцы. Ну, да, да. Очень много. Понимаете? Гимнастов отрывают потом во всех видах спорта с руками просто. Ну, это да. Я вот хотел сейчас, нас не так много времени, а тем просто огромное количество. Вот пока мы вот в этом месте разговора находимся, Владимиру вопрос. А вот скажите, Владимир, это же надо прежде всего со своим телом договориться. Ну, понятно, когда 2-3 года, там непонятно, что с тобой делают, и не все помнят даже это. Но когда уже ты осознаешь, да, ведь это очень иногда тяжело бывает договориться самому с собой. Потому что этого не хочется делать, не хочется эти упражнения. Тренер превращается иногда в какого-то, я не знаю, самого страшного человека. Не потому что он плохой. Ну, бывают же такие моменты. Вот как вам удалось со своим телом договориться? Как вы стали? Вот тут пока прочтешь, передача закончится. Во-первых, мне кажется, это уже разные немножко времена у нас были. Тогда нас больше, наверное, все же заставляли. И нужно было идти, работать, заниматься. А сейчас немножко уже опыт работы с детьми поменялся. И сейчас больше в игровой форме начинается тренировка. И постепенно переходит уже к каким-то более сложным гимнастическим упражнениям. Поэтому... Это вы сейчас как тренер говорите. А я вот спрашиваю персонально у вас, как вы... Тело же, оно хотя и наше, но все равно с ним надо договариваться. Вот иногда через не хочу, через не могу. Вот так ты идешь через не хочу, через не могу. Потому что ты уже что-то сделал в этом виде спорта. Назад дороги же нет, да. И, конечно, не хочется уже останавливаться на достигнутом. Это правда или миг, что если такой высококлассный спортсмен вдруг останавливается, он быстро превращается в такого большого человека. Особенно в гимнастике. Особенно в гимнастике. Недельку пропустил, месяц-два будешь восстанавливаться. То есть на всю жизнь надо спортом заниматься. Ну, так-то оно да. Но в любом случае нужно всю жизнь спортом заниматься. Это полезно. Ну, я вот почему очень многие люди, да, вот просто болеют, я сейчас даже не про пандемию говорю, так далее, не осознают того, что они когда-то не смогли договориться хотя бы о чем-то простом со своим, с самим собой, что вот нужно это для здоровья и так далее. А когда уже время прошло, сейчас у нас модно здоровый образ жизни вести, да, и им кажется, что вот я сейчас, а уже косточки не те, не то и так далее. Но у нас есть и другое, да, Андрей Георгиевич, вы как тренер, что говорят, что спортсмены, потом у них все там, переломы, болит, что-то растянуто и так далее. Вот теперь про этот миф расскажите нам. Ну, вы знаете, от травмы не застрахованы. Возьмите любой футбол. Везде есть. Везде. У кого-то зуба нет, у кого-то шишка, у кого-то нога. То есть это нормальное явление для нас. Я говорю просто. Когда ребенок входит в зал, когда он заинтересован, как говорит рыбак, вот рыбка захватила этот ключочек, все, она без этого уже не может. Он развивается в нагрузке. Ему нагрузка необходима. Травмы есть. Но я не могу сказать, что гимнастика, она более... Травмоопасна, чем другую. Травмоопасна. Нет. Мы уже проверили. Сейчас методика такая, что у нас у всех есть, везде, в каждом зале, есть поролоновые ямы, снаряды. Ты прыгаешь, ты можешь упасть даже вот, как в воду войти головкой вниз. И все нормально. И с тобой ничего не случается. Притом на всех снарядах. Перекладин, кольца, акробатика, любые снаряды. Это безопасно. Другое дело, что бывают травмы по глупости. Это да. По глупости, как и на улице. Поиграл в футбол, кто-то стукнул тебя. Или у нас бывают глупейшие травмы. На снаряде раз, потерял какое-то внимание, и пальцем стукнул. О, палец вылез. Любой вид спорта. Ногой. Оп, наматно какой-то. Ну, это как жизнь, знаете, да. И, кстати, я, насколько понимаю, Владимир, учатся же специально падать-то все спортсмены. Я помню, в волейболе у нас учили. Правда, уже не помню, как. Да, в кувырочек все же, в перекатях все. Да, одно из основных, из-за чего к нам идут и футболисты, и хоккеисты, и теннисты, это как правильно упасть, как руку поставить, как скуркнуться тебе, чтобы ты не навредился. Это вообще полезно для всех, чтобы вот сейчас у нас... Вот голову убрать, раз, и все. Это для борцов очень хорошо. Как в Питере говорят, сосули кругом, да, вот так где-то идешь, вот в момент, когда раз, пошел, и вот тут как раз гимнастикой помогло. Я про себя расскажу. Я в детстве бежал-бежал, маленькая ступенечка была, не заметила. Пока летел, сориентировался, скуркнулся и дальше побежал. Вот видите, поэтому и бежит дальше. Ну тогда я тоже скажу. Я в свое время прыгал с парашютом, да, прыгал. И вот один из прыжков, так получилось неудачно. Ну вот раз что-то, и подскользнулись ноги. Вот я вышел с самолета наполовину, да, и меня так складывает ветром, и я перед собой вижу клепочки, вот перед глазами. Думаю, о, недавно я видел ногу одного товарища, у кого синяя была, да. Думаю, сейчас лицо такое будет. Ну быстренько, раз, поворот, и все, я полетел спиной вниз. Вот видите, да, первую часть мы заканчиваем. Как ни странно, такое прикладное значение гимнастики. Сделаем небольшой перерыв и вернемся, поговорим о том, как же у нас сейчас в Люберцах дела со спортивной гимнастикой. Ну и немножко глобальные вопросы тоже я подниму. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что у нас в гостях Андрей Георгиевич Зудин, заслуженный тренер России, член Президиума Федерации, спортивной гимнастики. Владимир Олейников, вице-президент гимнастического клуба «Динамо», мастер спорта международного класса, многократный чемпион Европы и России по спортивной гимнастике. Хотя настолько человек скромно себя ведет, что вот я даже не знаю как. А все гимнасы скромны. А почему скромны? И не только гимнасы, а чаще спортсмены. Я всегда помню, когда прыгнул так, ручки сложил, все, особенно у девочек это вообще получается. И кажется, да ты порадуйся хоть немножко. Даже радоваться не дают эти тренеры, да? Нет, нет. Или это какая-то внутренняя собранность? Все дают, все в порядке. Дело в том, что у нас же не только спортивные качества развиваются. Ты ребенка отдаешь, он в коллективе, во-первых, воспитывается. Он учится общаться. Он учится общаться со старшими. Все же спорт, он дисциплину какую-то определенно развивает. То есть правильно я понимаю, что это не только пропаганда спортивного образа жизни, но это пропаганда вообще образа жизни такого вот. Человека, который из своего тела плюс голова делает свою жизнь правильно, верно? Ну, в целом, да. Я просто на вас так смотрю. Это типа про вас говорю такой легкий такой. Нет, ну, конечно, ты, когда идешь по определенному своему направлению, с детства ты вырастаешь, ты видишь, как там и твои сверхни, сверстники становятся. Ну, кто-то ж уходит. Кто-то уходит. Кому-то это настолько надоедает и настолько не хочется этим уже заниматься, особенно если какие-то вдруг, не дай бог, травмы были или какая-то, может, обиды на кого-то. Может, не без этого все-таки? Ну, конечно. Все люди. Мы все люди, но все бывает в жизни. Но потом наступает момент, когда выходишь в какое-то пространство, атмосферу, где уже не можешь по-другому, да? После спорта, обычно сопротивлянные, всегда не знают, чем заняться. Ты своей профессиональной карьерой занимался, занимался. Это, на самом деле, большая беда сейчас у профессиональных спортсменов. И потом у тебя просто жизнь прекращается. А в целом ты умеешь, ты понимаешь только этот вид спорта. Ну, ты идешь себя дальше в этом виде спорта, развиваешь. Где ты еще пригодишься, кроме как не там чем-то занимался всю жизнь. Ну, просто вот если спортсмен, да, который, ну, все, о чем мы обсуждаем, понимает, он тоже наблюдает и свою методику уже вырабатывает. Понятно, что не каждый станет тренером, да, не каждый сможет передать. Но есть люди, которые потом замечательно передают. И вот, мало того, мне кажется, любой тренер должен быть доволен, ну, может быть, это так, на уровне киношного образа, но любой тренер должен быть доволен, когда какой-то элемент делает твой ученик уже лучше, чем ты, качественнее, у которого получилось, потому что у него, как бы, все данные есть. Правильно я говорю? Конечно. Все верно. Ну, и раньше гимнастика, на самом деле, была другой. Сейчас спортсмены делают куда сложнее. Куда сложнее. Человек изменился, что ли? Лучше стал гибче? Человек не изменился. Изменились, в первую очередь, условия, в которых гимнаст, спортивная гимнастика существует сейчас. Изменились снаряды, изменились технологии, изменился помост, это ковер. И требования, да, тоже изменились? Требования, они ужесточаются. Усложняются. Кажется, что вот прям, вы уж простите, я не могу не вспомнить коллег из такой страны, как Китайская Народная Республика, куда же без них, да? Но Корея тоже там где-то рядом, я уж не говорю про всех остальных, но иногда диву даешься, вот ты видишь человека-робота. Возникает вопрос у меня, как у зрителя. Андрей Георгиевич, а может быть надо на каком-то этапе все-таки остановиться, чтобы человек оставался, а не машина? А может, вам кажется, что он робот? Он себя так и ведет, и вы со стороны смотрите и думаете, наверное, это робот. Ну просто вот, знаете, особенно сейчас у нас всякие социальные сети, выкладывают эти маленькие куски, вот такое на брусьях. Что они творят? Страшно, вот страшно. Что они творят? Да, страшно. Начну с другого. Да, давайте. Вот, понятно, Китайская Народная Республика, там полтора миллиарда, чуть-чуть больше. Все понятно. Но весь спорт у них построен на базе нашего бывшего Советского Союза. Не бывшего, для нас он... Все равно мы оттуда черпали. И черпаем я, и вы выросли. Так, да. В этой среде. И вы говорите, что совершенно верно. Гимнастика была тогда совсем другая. Взять олимпийских чемпионов, они велики были в то время. Да. Они выполняли ту программу, которую возможно было только и выполнить. Я тоже мастер спорта по гимнастике, но у нас тогда не было поролоновых яб. У нас не было того ковра, который сейчас прыгать можно, тройные сальто. Тогда это невозможно было практически. Мы начали делать двойные сальто только в 70-х годах. И казалось, что это верх. Да, для нас это было сверх. А сейчас снаряды, они позволяют. То есть есть упругость определенная. Есть опять, еще раз говорю, методика. Не было поролоновых яб. Сейчас они есть. И конечно, конечно. Если вот посмотрим, я был большим. А до меня были еще большие. Мазарян, красавец, молотобоец, работал. Прекрасно все. Таких сейчас в гимнастике нет. Да, маленькие есть. Почему? Потому что надо успеть три раза прокрутиться вокруг себя. Но с другой стороны, если высокий, то можно так закрутить себя, что... Ну, вы знаете, есть определенные требования и правила соревнований международных. И они все время усложняются. Да. Стало сложнее намного. Вот Владимир у нас прекрасный гимнаст. Но сейчас... Володя закончил... Сейчас скажу... Да, 8 лет назад. 8 лет назад. И уже изменения за 8 лет произошли. Я скажу, там... В олимпийский... Третий олимпийский цикл. За 5 лет... Каждый раз меняется все. Гимнастика настолько вперед. Ну, значит, получается, что еще что-то изменится. Поэтому китайцы – это не роботы. Просто идет отбор. Для большого, хорошего спорта идет отбор. Так же, как для футбола, для хоккей, для штанги. Так же и для гимнастики. Ну, вот я сейчас Владимиру тоже вопрос адресую. Понятно, что техника – это очень хорошо. Ну, как в фигурном катании раньше. Ну, и сейчас там артистизм, техника. И раньше все-таки мягче все было. Если в технике где-то что-то там... Ну, вот музыка хорошая. Сейчас, конечно, лирика вся убрана. Но нужно ли спортсмену не только делать технически все верно, но получать от этого все-таки удовольствие самому и некий такой обаяние, что ли, спортивное должно присутствовать, чтобы уйти от этого роботизированного момента. Да, конечно. Тогда вот, извините за кайф, человек ловит от этого. Ты от своей работы должен кайфовать. Тебе должно быть на снаряде максимально комфортно. Ты должен получать удовольствие. То, что ты этот элемент научился, ты эту комбинацию смог соединить, сделать. И потом ты скачал с этого снаряда, там еще встал в доскок, поставил точку на двух ногах. Ты, конечно, получаешь колоссальное удовольствие. На перекладину ты залазишь, там можешь полетать. И получается, что это уже не только спортивный. Спортсмен, да, ну, выполняет как бы функции технические, но вот это идет, когда вот... Ты уже творишь на снарядах. Вроде бы то же самое, но тот же, извините, козел, тот же там какой-то другой снаряд, брусья те же, они же одинаковые брусья, да? Ты ловишь, конечно, от того, что ты настолько свое тело натренировал, что ты уже себя чувствуешь таким совершенным с этим снарядом. Значит, существует, Андрей Георгиевич, энергетика. Конечно. Которая от спортсмена тоже идет. Да. Потому что она может и не идти. То есть все можно сделать вроде как правильно, энергетики нет. Вы знаете, вот любой зритель и судья смотрит на человека, когда он делает программу, да? Если ты делаешь легко, кажется, ух, какая сложная программа. Чего он так делает? Значит, любой может это сделать. И я сделаю, да. Да попробуй, сделай, да, подтянись там на одной руке. Или перелеты сделай, шесть перелетов подряд. Не все могут сделать. Конечно, энергетики. Еще раз говорю, все дети, которые занимаются любым видом спорта, если их это тянет к этому, им нравится это, значит, они будут расти. Вопрос, до какого уровня? Не все становятся олимпийскими чемпионами. Ну что вы у нас? Четыре олимпийских чемпиона со всего мира. Ну, знаете... Плюс еще на отдельных снарядах. Верно? Это очень много, я бы так сказал. Конечно, много. Это очень много. Я о чем говорю, что в любом случае каждый ставит перед собой задачу. Один поставил задачу стать мастером спорта, и потом кандидатом наук, технических, любых. И вот организация в спортивной гимнастике и в других видах спорта тоже, она позволяет этому человеку сконцентрироваться на работе в спорте, а потом переключиться легче и пойти дальше, в другом направлении, в науке, или в любом действии. Ну, а логика такая. Логика еще выстраивается. Вот тут уже на правах ведущего мы уже, к сожалению, завершаем этот интересный, на мой взгляд, разговор. Ведь само название, гимнастика-то, да, она же с телом связана, то есть ручки, ножки, ну и голоса. Совершенствование себя. Да, совершенствование себя. Это же никуда не... Тут уже, конечно, мне трудно чем-то похвастаться. Но, тем не менее, для любого человека нормальное ощущение себя – это долголетие, это здоровое состояние, и даже при пандемии будет легче. Гармония с самим собой. С собой, с окружающими и так далее. И знакомство с непонятными вызовами, которые идут от тела, начнется гораздо позже, чем у некоторых, это в молодом возрасте. Вы знаете, есть поговорка очень хорошая. Легкая атлетика – это королева спорта. А гимнастика – это ее мать. Прекрасно. Хороший финал. Я хочу единственное, что напомнить нашим зрителям, что сейчас родители посмотрели, увидели. Кстати, очень удачное сочетание поколений, направлений и будущего. И вот они захотят привести свое чадо в гимнастику. Они приняли уже решение, пока программу смотрели. Куда идти, куда писать, что для этого нужно? Ну, писать, про нас узнать и посмотреть, написать можно на сайте, на нашем, dinamogym.ru. И плюс у нас открылся прекрасный новый гимнастический зал в поселке Томилино, в бизнес-центре Звездный, на улице Гаршина, по-моему, 96. Нет, дом 3. А, дом. Ну, найдут. Дом 3. В общем, бизнес-центр Звездный. Как увидите, идут красивые молодые люди или дети. Вот, значит, туда. Там у нас есть вывеска «Динамо». Вы найдете нас, наша вывеска с гимнастом. Приходите, тренируйтесь, совершенствуйтесь. У нас там максимальный зал оборудованием для начальной подготовки гимнастики, для среднего уровня. Ну, там дальше будем смотреть, кто подрастет. Никто же этого может не зафиксировать. А может быть, сейчас папа, как чаще, да, или даже мама иногда чаще, возьмут, приведут ребеночка, а он потом олимпийским чемпионом станет. Но не вспомнят некоторые случайно, что вот посмотрели передачу и сделали для себя такой выбор. Поэтому вам большое спасибо за то, что, конечно, любите свою работу, свой вид спорта. За вот эту вот, скажем, перекличку поколений, которая очень важна. И советская школа, и российская школа. И, конечно же, вы подсматриваете в хорошем смысле за всеми. Мы все друг другу учимся. Да. Потому что, как ни крути, тело-то у всех одно, только возможности почему-то разные. Ну, а всем нашим телезрителям мы еще раз сообщаем, что если у вас есть кого привезти, маленького, юного, совсем еще не гимнастического, из которого могут сделать человек, который будет очень долго жить в спортивном таком состоянии, с хорошим настроением. Ну, и пожелать вам радоваться, и чтобы календаря не хватало для опубликования фотографий спортсменов, которых вы вырастили. Спасибо огромное. Это была программа «Открытый диалог». Напомню, что у нас в гостях сегодня были заслуженный тренер России, член Президима Федерации спортивной гимнастики Андрей Геннадьевич Зудин и Владимир Олейников. Я уже вас так без отчества, потому что, ну, молодой вице-президент, все еще впереди гимнастического клуба «Динамо», мастер спорта международного класса, многократный чемпион Европы и России по спортивной гимнастике. Спасибо большое. Спасибо вам. С наступившим или с наступающим Новым годом. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова